Несмотря на спад заболеваемости, жители Верхней Волжи продолжают вакцинироваться от коронавируса. С февраля этого года сделать прививку от COVID-19 получили возможность и дети в возрасте от 12 до 18 лет. Где и чем в Твери прививают подростков? И сколько уже успели иммунизироваться за минувшие два месяца? Расскажет наш корреспондент. К вопросу вакцинации подрастающие поколения подходят по-взрослому. Врачи признаются, не ожидали такого ажиотажа у молодежи вокруг прививки от COVID-19. При поликлинике номер 2 Третьей горбольницы вакцинальный пункт начал функционировать несколько дней назад. Он открыт по вторникам и средам с 10 до 12 часов. Желающих много. Так восьмиклассница Ксения Орлова решила привиться, следуя примеру мамы и папы. Ведь болеть, как ее друзья, ей совсем не хочется. Тем более не за горами каникулы. Из класса болели. Много кто. Все делали прививку после этого. Ничего плохого не должно случиться. Если буду болеть коронавирусом, ничего страшного. У всех такое может быть после прививки. Просто обезопасить себя есть смысл. Мама решение дочери полностью поддержала. Тем более сама вакцинацию перенесла легко. Кроме того, даже удалось избежать заражения. Решили привиться, чтобы обезопасить себя, окружающих. У меня еще маленькая девочка, 7 лет. Там вакцинации пока не надо. Мы не болеем, мучимся. Все хорошо. Надеемся, что прививочка на пользу пойдет. На прививки дети приходят в сопровождении родителей. Это обязательное условие. Пока они заполняют необходимые документы, ребенка осматривают врачи, измеряют температуру, давление, уровень кислорода и обязательно делают экспресс-тест на коронавирус. Результат известен в течение нескольких минут. Если все в порядке, школьник идет в процедурный кабинет. Но в иммунизации могут и отказать. Абсолютные противоказания. Это тяжелая аллергическая реакция. Относительные противоказания. Это все-таки период заболевания, УРВИ. То есть, ребенок, если болеет УРВИ, конечно, никакой вакцинации мы не проводим. Где-то через 2-3 недели после УРВИ. После укола ребенок находится под наблюдением врачей. В день прививки учащегося освобождают от занятий. О важности вакцинации против COVID-19 подрастающего поколения говорил и глава региона в рамках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-24». Сейчас началась вакцинация ребятишек. Это вакцина «Спутник М», такая же двухкомпонентная для ребятишек. И у нас получается, что от 12 до 18 лет ребятишки, которые делают вакцинацию, тоже достаточно хорошие результаты, хорошая, видимо, устойчивость к заболеваемости. «Спутник М» – тот же «Спутник Ви», только в малой концентрации. Колят его по той же схеме. В начале первый компонент, через 21 день – второй. Вакцинация против коронавирусной инфекции у подростков, она также относится к вакцинации по эпидемическим показаниям. А что касается возможных осложнений, то они не отличаются от любых других вакцин. Но, как показала практика, при вакцинации детей, их количество минимальное. Вакцинировать детей с 12 до 18 лет начали в Тверской области с начала февраля этого года. А к началу апреля иммунитет получили почти 670 юных пациентов. Прививочные кабинеты работают на базе детских поликлиник, городских больниц и детской областной больницы. Записаться можно по номеру 122 или прийти без записи, имея при себе паспорт, полис и СНИЛС. Дети, достигшие 14 лет, могут получить ковид-сертификаты и QR-коды в личном кабинете на портале госуслуг. С 12 до 13 лет несовершеннолетнему выдается справка на руки. Адреса часы работы вакцинальных пунктов в Твере и Тверской области можно узнать по телефону 122.